Добрый день всем. Смело заходите. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Правда Илья Красинский. Не наврали? Вы покушали? Вы отдохнули? Вы готовы? У меня всего 15 минут. Заходите, заходите, заходите. Меня попросили рассказать немножко про сказанную аналитику. Здесь есть какой-то набор слайдов и текстов про меня. Можно пока почитать. Я достаточно давно в индустрии. Начинал как крутого дизайна. Долго время был продуктом. Много занимался мобилками, e-commerce, вебом. Не дофига всем. Почему? В основном меня интересует то, что на самом деле работает в индустрии. И это очень важно. Когда мы на конференции слушаем про разные кейсы, я очень люблю иметь доступ к циферкам. Там Google аналитики, Яндекс.Метрика и так далее. Чтобы понимать, что на самом деле работает, что нет в промышленных масштабах. Это мой личный фетиш, мой личный интерес. Поэтому мы достаточно много кейсов собираем. Я часто выступаю. И у меня не стоит задача что-то сегодня продавать. Мне попросили обзорно рассказать про сказанную аналитику, когда она нужна. Чтобы что ее применять, когда ее не применять. Но понятно, что у нас есть свой продукт, который выкачивает 3000 счетчиков каждый день из Google аналитики, чтобы мы смотрели, что работает, что не работает в нашей индустрии. Соответственно, как обычно, кейсы самые любимые. Представляете, что вас сегодня зовут Игорь. И как обычно, у вас одна стоит задача увеличить продажи. При этом сейчас еще кризис. Почти всегда стоит задача еще снизить бюджеты на рекламу. Я немножко вас поспрашиваю. А кто играет на стороне конкретной компании, которая вкладывает деньги в рекламу, которой нужны продажи и так далее? Поднимите руку. Ага, очень хорошо. А на стороне агентства, либо маркетолога, либо еще кто играет? Ага. А на стороне разработчиков всего этого счастья кто? Понятно. Да. Но сейчас будем собирать наш кордобалет. Хорошо. В общем, да, есть такой человек-маркетолог или директор по маркетингу. Неважно, может быть в компании, может быть вне компании. У него все остается простая задача увеличить продажи. Любым способом. Потому что маркетинг – это же черный ящик. Кто положил деньги, на выход получил продажи. Непонятно, как это все внутри работает. Маркетинг смотрит на расходы и на заказы. Не знаю, сколько они денег потратили в рекламный канал. И мы видим, что в неделю они тратят примерно 300 тысяч расходы. Ну и заказы растут. От недели к неделе у нас идет рост. Маркетинг говорит, что все хорошо. Или агентство говорит, что все хорошо. Но по другую сторону баррикад у нас есть наши друзья. Собственники, коммерческий директор. Руководитель отдела продаж еще появляется. Они смотрят не на красивые графики в Excel, они смотрят на свою внутреннюю систему статистики. И видят следующую картинку. В рекламу мы кладем по 300 тысяч, а зарабатываем меньше. Там 240, 250, 260 тысяч. Ну то есть рои меньше 100%. И когда маркетолог приходит и говорит, а дайте мне еще бюджеты, у него возникает вопрос, а зачем тебе давать еще бюджеты. Дальше маркетолог говорит, ну как же так, ведь заливки растут, лиды растут, все растет, все хорошо. В какой-то момент, собственно, возникает вопрос, а продажи когда будут расти? Хорошо. Что мы видим дальше? Дальше мы видим, ну к обычной технической вопросу, кто виноват, что делать. И мы видим вот что. У заказчика своя ЦРМка, к которой приходят заказы. Но дальше этот заказ ждет поистине веселый путь от заказа к баблу. А на этом пути у нас появляется где-то клиент, который подтверждает заказ или не подтверждает заказ, или отменяет заказ. И там еще 100-500 статусов, многие из них дублируют друг друга. И в конечном итоге деньги либо появляются, либо нет. В данном случае это подтвержденный заказ. И возникает следующий разговор. Слушайте, а у нас очень маленькая конверсия из заказов, подтвержденные заказы. Потому что заказы это практически уже деньги. То есть там дальше почти никто не отваливается. И на что маркетинг говорит? Ну блин, учитесь продавать. Я все сделал. Лиды вам дал. Продажи говорят. Лиды нехорошие, друг мой. Как вы решаете эту проблему? Как вы принимаете в данном случае решение? Как вы будете думать? Один-два варианта, если есть какие-нибудь. Ага. Это хорошо. Это хорошо. Ну да, классически на самом деле этот вопрос всегда появляется. И ответ у него достаточно простой. Давайте мы посмотрим немножко глубже, что там происходит в этих каналах. Но сначала у нас такая проблема. Собственно, когда нужна сквозная аналитика? Нам появляется необходимость в ней. У нас есть разные каналы. Мы потратили на них какое-то бабло. Приходят пользователи на сайт. А потом каким-то магическим, чудесным образом заявка подается в CRM, в Bittrex, например. Здесь рвется контакт. Мы не знаем, какой пользователь, какой заказ сделал. Мы не знаем, за кого пользователь мы сколько заплатили, сколько у нас дальше все происходит. Это очевидная часть истории. После этого заявка идет длительная судьба. Менеджер переставляет у нее статус. В конечном итоге либо клиент покупает, либо отказывается, либо там что-то еще происходит. А вот как мы смотрим на это глазами маркетолога. У нас есть там три самых популярных канала Direct и Dwarf MyTarget. И мы видим, что по ним по всем конверсия в заказ ну плюс-минус одинаковая. Ну, Direct чуть поменьше там, но как бы тоже нормально. Direct дороговат. И дальше включается здравый смысл. Это я больше всего люблю. Рационализация. Как мы работаем с цифрами? Мы кладем руку в корзину с шарами, доставим шар под номером 42 и говорим, видите, я был прав. И маркетолог тут правда прав. Ну да, Direct дороговат. Ну да, конкуренция. Ну, раз конкуренты получаются, они продают, значит, они лучше продают, чем мы. Давайте учиться продавать. Железо-бетонная позиция. А вот что будет, если мы сюда включим сквозную аналитику. То есть, что мы сделаем? Мы будем не просто знать факт заказа, а мы будем знать еще судьбу этого заказа по каналу. Мы будем понимать, что этим заказом происходит. Мы сегодня не будем углубляться на канальные последствия, там, как считать косвенные заказы. Я про это подробно рассказывал на Go Analytics, либо можно меня будет найти, я здесь расскажу. Видите, 83 заказа на почту. Вот эти заказы, это заказы отнятые у Direct, AdWords, либо MyTarget. Потому что почта это не инструмент привлечения новых пользователей. E-mail рассылки это инструмент повышения конверсии. Если мы видим достаточно большое число заказов, которые приходят на e-mail рассылки, значит, мы точно знаем, что каналы недополучили какие-то заказы. Но это отдельная большая тема. Сегодня без нее попробуем обойтись. Гораздо важнее, что мы видим другое. Несмотря на то, что по Direct у конверсии в заказ примерно такая же, как и везде, вот конверсия в подтвержденный заказ резко меньше. И это очень симпатичная история. Если вы видите, что по всем каналам конверсия из заказа, например, в подтверждение какой-то другой статус, примерно одинаковая, да, ответ у руководителя отдела продаж. Надо учиться лучше продавать, смотреть, почему люди перезванивают, не перезванивают, слушают звонки и так далее. Если же вы видите несколько характерных каналов, которые относительно среднего стабильно дают хуже результат, то надо идти к маркетологу и смотреть, что он туда опубликовал. А с другой стороны, а может ли маркетолог привлекать именно целевых лидов? Есть ли у него такой инструментарий? На самом деле ответа нет. У него же нет никакой обратной связи. Он же не знает, что в CRM-ке происходит. Правда ведь? В воде у нас на самом деле идет разрыв, в воде на самом деле уже сквозная аналитика. Менеджеры, которые работают в CRM-ке, могли бы ему рассказать, но связи между CRM-кой и инструментом маркетолога обычно нет. Что дальше происходит в таких случаях? В таких случаях дальше мы идем, смотрим рекламные каналы, компании, смотрим компании, которым тратим много денег, к которым приходит мало заявок, они все не целевые. То есть на самом деле мы хотим понять, по каким заявкам у нас деньги тратятся, а лидов и продаж нет. Даже вернее заявки-то могут быть, а вот продаж нет по ним. На этой картинке показано соотношение заказов к подтвержденным заказам. Видно такой плавненький рост. Это очень важно. Если единственная мысль, которую мы сегодня извлечем из этой всей истории, будет то, что никогда не надо считать промежуточные метрики, типа там заявки, сделки, а надо всегда считать бабло, то я буду доволен. Потому что на самом деле картинка выглядит вот таким образом. Все то же самое, пересчитанное в деньги, дает совершенно другой взгляд на картинку. Действительно, мы начинали с роя меньше 100%. Мы тратили на рекламу больше, чем зарабатывали. Это правда. В начале вот этого промежутка времени, где-то вот здесь уже там сменилась команда у клиента, который занимался маркетингом. Было понятно, что есть проблемы. Подключили сквозную аналитику, посмотрели, что там происходит. И где-то уже на третьей неделе начали делать эксперименты. И начали уже что-то менять. В первую очередь начали работать с директором. На самом деле ситуация была и по другим каналам. Канал – это очень широкое понятие. Было очень много рекламных компаний внутри канала, которых конверсия была ниже среднего. И заявки в подтвержденный заказ. Соответственно, рост по числу заявок в данном случае, по-моему, в три или в четыре раза составил историю. Рост по деньгам гораздо больше. Самое главное, что произошло. У нас реклама стала прибыльная. А значит, мы можем в этот поезд вкладывать любыми вагонами деньги. Если на вход мы кладем рубль, на выход получаем три. Значит, мы эту историю можем масштабировать, пока у нас есть целевые клиенты в каналах. Да, смотрите. Что на самом деле стоит ожидать сквозной аналитики? Есть набор инструментов на рынке. Они обновляются, появляются. В ближайшие несколько лет они будут еще круче и сильнее. И вообще говоря, в ближайшие несколько лет не очень понятно, почему до сих пор, в 2016 году, в век, когда дроны летают у нас и устраиваются гонки на дронах, мы до сих пор в Excel-ке собираем цифры. Это, конечно, ему до сих пор непостижимо. Человек, к сожалению, очень плохо справляется с сотнями рекламных компаний, по каждой из которых надо выгрузить примерно 30 параметров. Чтобы понимать, мы в день делаем 3000 запросов в Google Аналитику, чтобы по разным срезам посмотреть, что там происходит. Совершенно непонятно, почему человек, который умеет плохо складывать цифры, должен именно этой тупой работой заниматься. Делать управленческие решения и выводы он должен, конечно же. Соответственно, если бы, вернее, когда, а будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено, у маркетолога есть информация, прямая обратная связь от менеджера, что такое А-сегмент сделки, какие сделки у него хорошие, какие Б-сегмент плохие, какие сделки целевые, какие нецелевые, то маркетолог может гораздо точнее принимать управленческие решения по рекламной компании. Не надо спорить. Результат на табло. Если мы видим, что у нас очень много звонков идет, на сайте 44% ставят заявку, так у нас ведь еще очень много людей пишут в чат и звонят по телефону. Живый сайт достаточно популярен, LiveTech достаточно популярен, система Call Tracking стали достаточно популярной. Но сейчас мы тратим адовый объем времени, чтобы зайти в три разные системы, выгрузить плюс-минус одни и те же цифры. И куда мы их выгружаем? В Excel-ку. В Excel-ку. Так и должно быть. Да, соответственно, если у вас идет такая цепочка, такой разрыв, и вы видите только 44% сделок, то это значит, что в оставшиеся 50% случаев вы не знаете, из какого канала пришел заявка или заказ, значит вы принимаете неверное управление решения, иначе вы не туда тратите деньги. Ну как в том анекдоте, 50% моего бюджета на рекламу точно не туда, знать бы какие 50%. Инструмент, который вы ищете, точно должны связывать это все воедино. Это не такая сложная задача. Игроков на рынке определенное количество. У них, конечно, у всех очень странная API, но ничего, с этим разобраться можно. Самое главное, что такое сквозная аналитика, что мы должны понимать. У нас на самом деле всего лишь три объекта, которые нам надо между собой связать. У нас есть человек на сайте, который измеряется в случае Google аналитики, идентификатором, client ID, вот это 10 цифр, точка 10 цифр. У нас есть канал, откуда он пришел. Вообще вся история его посещения. Какие лендинги он посещал, из каких городов, браузеров он зашел, из каких платформ он зашел. Потому что очень часто мы видим, что агентство направляет рекламную кампанию через социальные сеточки, ну в MyTarget то же самое, или ВКонтакте, или Facebook. А сайт просто не адаптирован к мобильной верстке. Или плохо адаптирован. И все, не надо удивляться низким конверсиям. А второе, что надо связать с client ID, надо связать транзакцию, которая есть в CRM, и все статусы по ней, историю изменений. Сколько денег на ней было в начале, сколько денег на ней будет в конце и так далее. Это не очень хитрая история. Собственно, на связке двух параметров и образуется сквозная аналитика. Дальше уже эту информацию можно считать и интерпретировать. Ну и конечно же, конечно же, вообще говоря, совершенно непонятно, почему мы должны сами это все дело считать. Для того, чтобы принять верное управленческое решение, надо достаточно много параметров смотреть. Например, у нас всего 4 управленческих решения для рекламных компаний. Отключить, если не сходится со всем. Донастроить, доработать. Не трогать. Работает и работает. И усилить. Но вы не можете усиливать рекламную компанию, если, например, она в спецразмещении занимает топовые позиции. Доля показа в спецразмещении уже под 100%. Некуда ее усиливать. Правда ведь? Нужно другую рекламную компанию искать. Сейчас, чтобы вытащить эти цифры, мы завели эксперимент. У человека ушло 4 человека дня. Целиком. У эксперта, который понимает, как это сделать. Просто собрать их в Excel. Совершенно непонятно, почему машина или когда машина начнет выдавать текст прямо таким образом, что да, рекламная компания напрямую не сходится, у нее есть косвенные доходы, в нее можно усиливать, обоснование, почему можно усиливать и как это сделать, и что нужно туда положить. Я не очень верю в черный ящик в том смысле, что пока мы, наверное, не готовы доверять машин, которые за нас будут рекламу запускать. Наверное, пока не готовы. Но мы хотим понимать обоснованное решение, аргументированное решение, чтобы мы могли перепроверить, если что, поправить эту машину. На самом деле на этом все. Это достаточно была обзорная история. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Уже задали через приложение. Надеюсь, Мария поможет. Какие инструменты и технологии используются за аналитики? Ваш вопрос, да? Про почту. А что про почту? Давайте. Здравствуйте. Представитель тяжелого энергетического машиностроения, где 62% заявок приходят по почте. Соответственно вопрос, подмены почты или другие способы передачи УТМ-меток через почту. Смотрите, да, я поясню. На самом деле вам не нужны УТМ-метки. Вам на самом деле нужен тот самый клиент-ID пользователь. Если вы Google Analytics используете, скорее всего он стоит. Вы можете в почту ее кидать. У вас есть ручная работа. Менеджеры с почты, надеюсь, куда-то в ЦРМ-ку переносят заказы. Или просто в почте все живет? Мы смотрели поведение пользователя на сайте и классический главный инженер какого-нибудь завода заходит на сайт, копирует почту и закрывает сайт. И потом через 2-3 дня на эту почту валится сообщение. Я понял. Правильно я слышал? Что история следующая. Ваш клиент заходит на сайт, просто берет, копирует почту, уходит с сайта и, соответственно, вам напрямую пишет. Любая аналитика бессильна. Если у нас девушка приходит в магазин по рекламе бижутерия, покупает крем для чего-нибудь. Сейчас поясню мысль. История вот в чем. Ну то есть без чудес. Мы не рассчитываем на чудеса. На самом деле история в другом. Удивительно, что вы просто так свою почту оставляете на сайте, не беря ничего от человека взамен. У вас очень маленькая с ним площадь контакта. Как делать Man of a No Faber? Когда они рекламируют свои книжки, они вам предлагают скачать у нас главу. Не вопрос, посмотрите. Почту подскажите, мы вам это все пришлем. Без чудес. К сожалению, в данном случае какой-то случайный человек зашел, какой-то человек сделал целевое действие. Возможете понять, кто и что это он был. У вас практически нет, кроме веб-визора. Отсматривать это ручками, но это муторно. Нет, зачем? Возьмите что-то с человека. Если ему правда выгодную вещь оставляете, он вам оставит свою почту. Тогда вы будете знать его идентификатор, вы можете их связать тогда. Еще какие-нибудь вопросы? Добрый день, Илья. Максим Мисилов. Вопрос такой. Есть клиент, бар. У них из онлайн-активности это группы Facebook, ВКонтакте, Instagram, реклама из разряда «Скрыть секретное слово». И мы тебе дадим скидочку, ограниченное по времени. И, в принципе, все. И сейчас вообще не очень понятно, работает, не работает. Как для оффлайн-бизнесов считать, можно ли ваш апкрафт использовать в этом случае? Сейчас не стоит задача. Смотрите, расскажу. Очень типичный кейс. Например, сейчас очень хорошо растут всякие истории типа шеф-маркета, элементарь, вкус на дом и так далее. Доставка еды на дом. У них лучше всего конверсия идет, как это не удивится, это, конечно, очевидно в социальных сетях. Почему? Потому что когда человек, они публикуют новое меню на неделю в социальных сетях, люди видят, что новое меню и под ним начинают писать. Я тоже хочу оставлять свой телефон и включать социальное одобрение. Поэтому канал там такой, как Instagram, группы ВКонтакте и так далее дают конверт гораздо выше. Возникает вопрос, как их связать. Опять-таки, что у вас происходит? Вам необходимо иметь где-то транзакционные сделки, ну, в CRM-ке вы его завели в любом случае, да? Вам необходимо иметь идентификатор пользователя. В данном случае, если вы выдаете купон, либо у вас есть человек, который через ВКонтакте перешел, вы знаете его профиль, в CRM-ку не забудьте его положить. Если вы положите CRM-ку как контакт, вам придется обучить менеджера, к сожалению, это не всегда автоматизируемо, то у вас будет следующая история. У вас будет ID-шник человека, аналог Client ID, у вас будет канал привлечения аналог ВКонтакте или ВКонтакте, тогда даст вас на аналитик, начинает опять работать. Смотрите, что надо связать? Еще раз, канал, компанию, которая привлекает человека, идентификатор человека и транзакцию, которая у него произошла. Все, магии никакой нет. Если эти три вещи у вас связаны в CRM-ке или в какой-то другой внешней системе, вы можете делать выводы и управленческие решения. Ответил на вопрос? Спасибо. Так, у нас еще есть время. Есть еще вопросы? А можно я спрошу? Да, конечно. Может быть, такой ламерский вопрос. Вот самые лучшие. Да, есть короткие продажи, есть длинные продажи, есть товары, есть услуги, какая-то принципиальная разница. Есть вообще в том, что вы говорите про аналитику? Можно там где-нибудь слайд показать? Ну ладно, без аллита, я тебе слайд расскажу. Да, смотрите. На самом деле, я показал вершинку айсберга. В данном скейсе за словом подтвержденный заказ скрывалась история, которая происходит через три недели после того, как факт заказа произошел. А кто знает такое сложно вымученное слово когортный анализ? Забываем про это слово и сейчас очень просто понимаем, как на самом деле что происходит. К сожалению, в индустрии было придумано специально, как у юристов, большое число слов, чтобы никто не понимал и там типа умным платили деньги. Значит, смотри, чем идет история. Заказ у нас, допустим, прошел 10 числа, а оплата этого заказа может просить через неделю, через две, через три, через месяц. Правда ведь? Ничего сложного нет. Вот мы хотим понимать, что если заказ был 10 числа, сколько по этому заказу было оплаты по факту. То есть у нас с канала Яндекс.Директ перешло 100 человек, 10 из них сделало заказ, а сколько деньги нам заплатили? Соответственно, все, что нам необходимо сделать, это сказать, а подскажи мне, пожалуйста, по каналу Яндекс.Директ, сколько было заказов на эту неделю или месяц. И давайте подождем еще, понаблюдаем за этими заказами, там неделю, две, три, сколько у вас длится сделка. Если у вас сделка длится полгода, надо будет подождать полгода, но чаще всего сделки длят все-таки две, три недели, четыре недели. Вот это суть когортного анализа. Мы просто говорим, 10 сделок мы за ними понаблюдаем. Чем больше мы даем времени, тем выше будет конверсия. Это очевидно. Ну кто-то на первую неделю купит, а кому-то потребуется несколько недель. Но обычно есть характерное время, там две, три, четыре недели, которым достаточно наблюдать. Вот все, весь когортный анализ. Отвечаю на ваш вопрос. Что мы делаем? Мы смотрим канал Яндекс.Директ и рекламную кампанию, 10 сделок по ним и наблюдаем за ними какое-то время. Статус подтвержден, за газ это была как раз история, которая показывает на текущий момент. Вот тут уже сейчас время пришло. Произошла оплата или нет? Поэтому никакой особой разницы нет. Спасибо. Вопрос из приложения. Можно интегрировать апкрафт или аналоги к мистерик за с 4? Смотрите, да. Просто я не очень люблю, когда на конференциях много пиара. Я в основном про мясо люблю говорить. Любые вопросы по нашему бизнесу можно будет задать. Я буду в коридоре в 4 часа. Будет еще метап столик, где тоже можно будет лично пообщаться. Либо мне Facebook написать. Там был Facebook, либо там глаз мой можно найти будет. Технические вопросы там легко можно будет обсудить. Хорошо? Так, есть еще вопросы? У человека был вопрос по трекингу e-mail. Казанцев Денис, есть твоя строительная компания и маркетинг-агентство. Этот вопрос решается каким образом? То есть вы сказали, что если он сохранил его, не отследить никак, отследить можно. У каждого пользователя есть уникальные идентификаторы. Вы можете их трекать. Может быть, видели когда-нибудь на сайтах промокод, так внизу сайт, в уголке. Вы можете этот промокод автоматически подписывать в e-mail. Я понимаю. Смотрите, система, ваш сайт автоматически, когда человек посещает, он к домену вашего e-mail, допустим, у вас почта такая, mail, собачка, стройкомпания, точка.ру, пример. Вы добавляете к этому начало промокод. Он автоматически, когда посетитель заходит на сайт, промокод автоматически пишет его, он скопировал, и потом написал. Все, что остается менеджеру, это скопировать этот e-mail, промокод с e-mail в CRM-ку вставили, он соединен с каналом. Давайте я попробую пояснить, а ты меня поправишь, если я не прав. Хорошо? Смысл следующий. Вот этот кланин-тоиде, здесь цифра, здесь цифра, можно превратить легко в последовательность буквы ABCD2. 4-5 символов будет достаточно, чтобы заказировал все, что угодно. Соответственно, почта, которую я буду указывать, будет, например, там, не знаю, ASKS, подчеркивание, 4 буковки какие-нибудь, собака, gmail.com. Дальше, либо человек это делает, либо проще его скрипт пишется, он пишется за 10 минут, который, если почта такого-то вида, сам ставит нужный идентификатор в нужное место. Поэтому сквозная аналитика, ну, в лекции… Это вариант подмены почты? Конечно. То же самое, точно так же работает колл-трекинг. Колл-трекинг точно так же работает. Он подменяет телефон, который у вас есть на сайте, на один из известных, который связан. А в этом вопрос? Да, вариант подмены почты, да. Вот вам все, что остается, это найти, допустим, Gmail сервис, можно настроить так, что вся почта, которая не приходит на действительные ящики, автоматически сваливается в одну, в один ящик. Даже поясню, там плюсик ставить, смотрите, Gmail как устроено. Если вы пишете ask плюс какой-то номер, все равно все придет на ask. Все, что после плюса, неважно. Спасибо, хорошая идея. Все? Следующий докладчик? Нет. Еще один вопрос? Отлично. Нет, но сейчас полно времени на вопросы. Меня предупреждали, что вы очень долго выступаете. Ну, вы попросили коротко, обзорно, я тайминг умею держать. Надо долго? Нет, вопрос. В смысле, от запроса. Митя Вадим, компания NetExCourse. Как подходить к мультиченелу, когда клиент несколько раз из разных каналов заходит? Ну и второй вопрос сразу про LTV. Да, отлично. Ну, было бы круто сейчас подменить презентацию, буквально другую. Ну ладно, я на пальцах расскажу. У меня был случай, когда приходилось про юнит-экономику рассказывать без ничего, это реально на пальцах, без бумажки, без проектора. Значит, смотрите, классически вопрос сложный, не решается, ни одна система нормально его не решает, но на самом деле у вас не стоит такая задача. Атрибуция. То есть обычно как говорят? Допустим, у меня есть email-рассылки, у меня есть контекст, у меня есть директ, у меня есть mytarget и куча еще всякого ретаргетинга. И что мы видим? Мы видим, что email-рассылки приносят мне 4,2 миллиона рублей, а контекст приносит миллион рублей. И он убыточный, у него роя не сходится, то есть мы в рекламу вкладываем больше денег, чем на нем зарабатываем. Почему так происходит? Потому что классические все системы аналитики считают все так называемым ласкликом. Человек в последний раз зашел с email-рассылки, бросил товар в корзине, было письмо, он зашел на сайт с email-рассылки и атрибуцирует, то есть связывается его покупка с последним каналом взаимодействия. В данном случае email-рассылка. В чем проблема? Email-рассылка это не канал привлечения новых пользователей. В нее нельзя заложить табун денег, чтобы оттуда табун продаж пришел. Каналом привлечения как раз смотрел является директ, эдворс, таргет мейл. Многие компании делают следующее управленческое решение. Раз email такой хороший, его оставляем, все остальное убиваем. Что происходит? Каналы привлечения падают и совпадение, но email тоже упадет, неизбежно. Почти всегда. Соответственно, дальше это такой теоретический вопрос. А давайте научимся точно атрибуцировать каналы. Какой же канал был? В цепочке взаимодействия, то есть первый раз зашел из органического, из поиска в Яндексе написал, потом зашел по контексту, потом еще был таргет мейл, потом будет email-рассыл. Как же выбрать правильный канал, который на самом деле привел человек? Например, коэффициентами. Например, мы 40% даем первому каналу, 40% даем последнему, а посередине 20% осталось. Там был один слайд, помните, такая простыня данных, линтид, каналы и так далее. Я на них уже смотрю последние полтора года, мы их тоннами изучаем. Просто в промышленных масштабах перевариваем у себя данные как от крупных игроков на рынке, так и от маленьких. Вот это все вообще не работает со всеми. Я это могу абсолютно точно утверждать. Все решения, которые принесы таким образом, абсолютно точно будут потерять денег. Почему? К сожалению, сейчас 2016 год, у пользователей есть вкладки браузера, у них очень много каналов дистрибьюции, и ваш медиамикс достаточно большой. Вот я могу смело утверждать, что все самое интересное происходит ни в первом, ни в последнем канале. Все самое интересное происходит посередине. На самом деле, у вас и не стоит такая задача делать атрибуции. Это подмена понятий. Математики, аналитики придумали эту фигню, что мы все занимались. У нас стоит другая задача. Нам надо принять всего лишь 4 управленческих решения. Отключить рекламную кампанию, донастроить, оставить как есть, либо усилить и больше денег к ним вложить. Правда ведь? А для этого нам никогда не надо точно считать все-все-все-все-все. Не стоит такой задачи. Единственное, что для этого важно, другой вопрос ответить. Если я в эту рекламную кампанию положу больше денег, у меня будет больше продаж или нет? Она себя купит или нет? И для этого практически достаточно посчитать косвенные доходы. К сожалению, руками это делать сложно. Для этого есть специализированные сервисы, системы, которые показывают прямой косвенный доход и всю цепочку действий пользователей. Но очевидно, что если человек зашел сначала по органическому каналу, потом была всего лишь одна платная рекламная кампания, которую вернула на сайт, а потом купила через e-mail рассылки, то эта кампания косвенный доход получает. Таких кейсов, таких юристик есть определенное число и почти всегда у нас стоит совершенно другой вопрос. Как минимум информации достаточно принять верное решение, а их всего 4 штуки. Когда мы считаем, например, 40% в первом каналу, 40% в последнем и все посередине, мы сильно переоцениваем роль первого и последнего канала. Они почти все случайны. Слишком много рекламы, слишком много ваших сообщений, слишком много случайных заходов. Первый канал, мой любимый анекдот, моя любимая теорема. Приходит человек по рекламе кед на сайт. Кеды не покупает, а потом возвращается по рекламе шарфиков, шарфик покупает. Реклама кед привела к покупке шарфика или нет? Я обычно делю 3, я обычно делю 3 ответа. Сейчас был условно маркетологический ответ. Он звучит следующим образом. Но это же лояльность. Человек увидел наш сайт, запомнил наш бренд и осознанно к нам вернулся в следующий раз, чтобы у нас купить. Наверное, такие пользователи есть, но мне кажется, не 100%. Есть второй ответ, а его больше любят программисты или продакт, они говорят, конечно же нет, два не связанных между собой события. Есть третий ответ. На самом деле, пока мы не научились жалеть электроды в мозг человека, мы не знаем, это самый честный ответ. Но нам и не надо знать, у нас другая задача стоит, нам не надо точно посчитать. Если при вкладывании в эту рекламную кампанию мы видим, что косвенный доход, который будет, не весь косвенный доход, не сложный кейс, а достаточно косвенного бесплатного дохода, который легко рассчитывается, превышает наши расходы, инвестируйте в эту кампанию, больше денег зарабатывайте на ней. Если она убыточна и не сходится, не инвестируйте, это единственное управление решение, которое надо принять. Я ответил на вопрос. Подходите. Это тот самый низ айсберга, который уже можно будет обсудить, показать. Там надо просто картинки будет показать. Если кому интересно, мы в канальной последовательности. Есть мое выступление на GoAnalytics, там подробно про это рассказывали, либо можно будет сейчас выйти пообщаться. пообщаться. По.